В Московской области завершилось голосование «Улучшаем парки Подмосковья вместе», которое проходило с 1 по 4 июня. Все дни в местах массового отдыха работали волонтёры Подмосковья с бюллетенями. На голосование было выдвинуто 125 объектов во всех муниципалитетах. Я хочу поблагодарить волонтёров. Несмотря на холодную субботу и воскресенье, 500 ребят и девчат работали в парках. И наша инициатива, что очень приятно, вызвала огромный интерес неравнодушных граждан. На бумажных носителях в парках проголосовало более 75 тысяч жителей и 133 тысячи на доброделие. Понятно, что на всё нужны ресурсы. Я очень надеюсь, что и в части общественных территорий, парков и в части благоустройства городов мы также сможем обеспечить перемены. Новые спортивные сооружения, водные объекты, тропинки, пункты проката, озеленение. Положительные перемены проходят с учётом мнения жителей. В опросе им предлагалось ответить на два вопроса. Что больше всего нравится в парках и чем их необходимо дополнить? По мнению жителей Одинцовского округа, одним из ключевых объектов голосования стал парк Захарова. Если мы говорим о каких-то не только арт-объектах и природе, но ещё о конкретной сцене, которую можно сделать очень классно, интересно, улучшить качество мероприятий, привлечь новых посетителей. Может быть, там какая-то будет туристическая зона замечательная, где можно будет остаться, отдохнуть. Вообще там много мест, которые требуют такого нового, какого-то классного, интересного взгляда. Единственное, что желательно сохранить вот такую самобытность, традицию и уют этого места музея. Среди пожеланий жителей увеличить количество фонтанов, детских площадок, беседок, качелей в парках и скверах округа. Кроме того, в местах отдыха провести дополнительное озеленение, установить скамейки и питьевые фонтанчики. Жители, да, демонстрировали определённую активность. К нам подходили люди, спрашивали, что мы проводим, каким образом происходит голосование, в чём именно оно заключается. Также были люди, которые просто проходили мимо, но мы их тоже зазывали. Соответственно, многие тоже откликались, подходили, задавали вопросы, соответственно, голосовали, выражали какие-то дополнительные рекомендации, которые не указаны. Хотелось бы очень отметить три парка. Вот лично я был в двух, находился там в течение всей рабочей смены. Это Малевичи, Раздоры и Захарова. Огромное спасибо сотрудникам парка, администрации за действительно серьёзную помощь нам оказывали. Они поддерживали, давали на помещение, помогали разобрать палатки и вообще всячески поддерживали. Вот им за это отдельное спасибо. Всего в округе на голосование было вынесено шесть парковых территорий. Захарова, Малевича, Раздолия, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, а также парк на центральной площади Одинцова и центр Звенигорода. Самые популярные и интересные предложения жителей будут реализованы.